Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы». Чтение на каждый день. Иисус Христос принес в этот мир истинную любовь. Кто принимает Его, тот вместе с Ним принимает в свое сердце и Божью любовь. Размышления на Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 12 стихи. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Рождение ребенка обычно вызывает радость у родных и близких. А будут ли о нем радоваться многие, зависит от того, как этот ребенок будет жить, когда подрастет. Бог же знает наперед, какой человек родился в мир. Об Иоанне Крестителе Он сказал еще до Его появления на свет. «Многие о рождении Его возрадуются». Евангелие от Луки, 1 глава, 14 стих. А теперь речь идет о рождении единственного, неповторимого человека, Божьего Сына. О Его рождении будут радоваться все люди. Если же кто-то и не будет радоваться, то лишь потому, что не захотел воспринять того, что совершил Божий Сын. Что же сделал Единородный Божий Сын для радости всех народов? «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола» 1 послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дьявол настроил людей против Бога, сказал о нем ложь, ввел людей в грех и таким образом духовно умертвил их». «Все эти дела Христос разрушил, в том числе и смерть». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 10 стих. «Он пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Жизнь была потеряна при грехопадении, а Иисус Христос восстановил ее. За наши грехи Он вошел в смерть, но смерть не могла удержать Его, так как Он не сделал ни одного греха». «Господь Иисус вышел из смерти и выводит из нее всех, кто уповает на Бога». «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 и 8 стихи. «Иисус Христос принес в этот мир истинную любовь. Кто принимает Его, тот вместе с Ним принимает в свое сердце и Божью любовь. Такой человек может любить и Бога, и людей, может наслаждаться любовью и радоваться полноценной Божьей жизнью. Поистине, рождение в мир Божьего Сына – это величайшая радость, предназначенная всем людям. Любовь всегда доставляет радость и тому, кто любит, и тому, кого любят. Небесный Отец хотел, чтобы в рождественскую ночь порадовалась о рождении Его Сына хотя бы маленькая группа людей. Поэтому Он послал к пастухам ангела, который возвестил им. «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...